Вы хотите заменить обычную поваренную соль на морскую? Ну, в принципе, как врач и диетолог, я вас прекрасно понимаю. Чем разнообразнее будет ваше питание, тем лучше. Потому что, по большому счету, для активной работы все ваших органов и систем, в каждой клетке и в каждую единицу времени вам нужно доставить клеткам набор из примерно 500 различных питательных веществ, водичку и кислород. Если у вас это получается, вы здоровы. Если что-то не получается, вы приобретаете те или иные болезни. Кстати, из тех болезней, которые вы знаете, вы можете ввести в поисковик и посмотреть, какие видео я уже написал. А чтобы вам это было проще делать, подписывайтесь на мой канал, не вопрос. И эти видео в любое удобное время вы можете просмотреть. Как и купить любую из 50 опубликованных книг. То есть, они тоже есть. Правда, не все. Часть из них есть. Вы можете тоже заказать, можете приобрести. Но самое популярное, на мой взгляд, вот это. Что делать, если у вас есть печень? Просто здесь описана вся технология обслуживания печени, чтобы она работала хорошо. И ваш организм работал при этом хорошо. Потому что все витамины, микроэлементы, полезные питательные вещества проходят ревизию у этого органа. Очень мне нравится. Две клубнички сложили. Зеленый перешейк делит печень на две доли. Ну и вот эта вот маленькая клубничка, недозревшая желчный пузырь, она должна, в принципе, в свое время сбрасывать желчь. И тогда, в принципе, орган работает хорошо. Стоит где-то дискинезия, где-то какие-то проблемы с печенью. И все, и ваше питание рушится, какую бы диету вы до себя не использовали. Потому что все диеты, ревизию проходят, во-первых, в вашей пищеварительной системе. Переварится, не переварится компоненты этой диеты. Дальше все эти уже продукты пищеварения проводят ревизию в печень. И печень решает. Нужны эти полезные вещества вам? Пропустила в кровь. Не нужны? Сбросила всю эту грязь через желчный пузырь обратно в кишечник. Сомневается с чем-то? Пропускает на доочистку в лимфатическую систему. И вот, фактически, разделив пищу, то, что вы съели, на эти три потока, печень сама решает, куда пойдут полезные питательные вещества. И куда пойдут вредные. Когда вы меняете поваренную соль на морскую соль, ну, вы представляете, что вы, в принципе, пытаетесь себе сделать более разнообразным питанием. Да, 200% вас поддерживают, в том плане, что поваренная соль это натрий хлор, и все, практически 100% концентрация. А если мы берем морскую соль, то там натрий хлор меньше. Там, в зависимости от состава, бывает от 95% до 98% натрий хлор. Но, остальное занимают другие соли. Флорид калия и другие соли. Почитайте в Википедии, ради интереса, весь состав морской соли. И вы откроете себе, я думаю, много интересных вещей. Потому что, кроме полезных вещей, там, увы, и присутствуют, и вредные. И вводить просто морскую соль в пищу, во всяком случае, стоять солонка с морской солей на столе не должна. Единственное, как вы можете использовать морскую соль в питании, использовать во время приготовления. Вот тогда вы можете сдержать те токсические вещества, которые, в принципе, встречаются очень часто в морской соли. Потому что, кто держал зонтик все время хозяйственной деятельности человека над морем? Кто не давал ветру принести туда различные химические вещества? А сегодня вы видите, то есть машин много, промышленность развита. Все здорово. Сельское хозяйство тоже не самое экологически чистое. И все это собирается в морях. Все это обогащает морскую соль. И вот от этого обогатителя нужно иметь возможность, знание, как от этого избавиться, как фактически обезопасить свой организм. Как только вы присаливаете готовую пищу, у вас система страховки не работает. Если вы морскую соль используете в приготовлении супчика, кашки, вот там есть возможность сдержать. Хотите узнать подробнее, контакты увидите, звоните, обращайтесь. Как это выполнить? Ну ладно, можете не звонить. Самый простой вариант, там должны быть овощи и фрукты. При термообработке токсические вещества связываются клетчаткой. И тогда они транзитом проходят по вашему организму, не могут сосаться так активно. И просто не будут иметь для вас никакого такого токсического значения. А полезные вещества, естественно, сосутся куда им деваться. Поэтому таким образом вы можете обезопасить себя от тех экологических довесков, которые в принципе присутствуют в морской соли. Потому что, напомню, если морская соль добывается из закрытых месторождений, да, нашли там где-то отложение морской соли в глубинах, в недрах земли, не вопрос. Все чисто, ешьте. Если она добывается открытым способом, а тут нужно учитывать уже экологию. Когда вы можете легко и просто использовать морскую соль в оздоровлении своего организма, прекрасно, очищении. Вы можете, в принципе, не выезжая из дому, если у вас есть ванна, можете съездить к Азовскому морю, Черному морю, на океаническое побережье. Тут зависит, конечно, затраты, как вы понимаете, съездить туда разок, покупаться. Они серьезные, тут тоже будут разные. Потому что для того, чтобы сделать себе морскую воду, похожую на Азовское море, вам нужно где-то чуть больше килограмма соли на 100 литров воды в ванной. Если Черное море, это около 2 килограмм на те же 100 литров. То есть затраты, конечно, выше, но эффект лучше. Океан это более 3-4 процента концентрация соли. В такой воде, честно говоря, уже и тяжело находиться, все время человек больше будет находиться на плаву. Но такая вода великолепно очищает ваш организм. И морская соль в этом случае, прекрасно, она не всасывается вовнутрь, но великолепно очищает через потовые железы ваш организм и улучшает ваш иммунитет, вне зависимости от сезона года. Весной, зимой, летом, осенью. Такую ванну легко принять в любое время года. Поэтому вот так, если вы будете заменять морскую соль, не вопрос. А внутрь, учитывая эти особенности, которые очень важны. Потому что токсические вещества, они попадают. А количественный фактор имеет значение, вы знаете, при любой соль. Будете вы использовать поваренную соль, будете использовать морскую соль. Несущественным источник, вопрос количестве. И там, и там есть в обильном количестве натрий, хлор. Попадая в какие-то жидкие среды, он держит около себя воду. Если вы съели какое-то соленое блюдо, у вас оно находится в кишечнике, у вас появляется даже чувство жажды. Потому что часть воды из кровеносного русла перемещается в кишечник, в соли. Тут нужно просто это понимать. Когда вода с солью попадает в кровеносное русло, увеличивается объем и вязкость крови. И тут, да, я вас понимаю. Количественный фактор обязаны контролировать. Гипертоники. И люди склонные к гипертонии. Люди, ведущие, ну скажем так, стрессовый образ жизни. У них во время стресса тоже повышается артериальное давление. Люди, имеющие отрасли рост сосудов. А это мужчины после 20, женщины после 35 лет уже должны контролировать эту ситуацию и проверять состояние своих сосудов. Потому что объемом крови сосуды проверяются на прочность. Я уже не говорю о людях, которые перенесли инфаркт, инсульт. У них автоматически, как правило, сосуды уже не того качества. Им нужно контролировать количество соли в своем рационе. Но им нельзя перебирать соли. То есть они просто убирают соломку со стола. И слегка присаливается пища во время приготовления. Этого, как правило, достаточно. Переходить на бессолевую диету можно только в одном случае. Если у вас есть ярко выраженные отеки. Да. Убирая соль из рациона полностью, есть так называемая японская или бессолевая диета. Что вы делаете? У вас в крови соль не держит воду. Эта вода легко удаляется через почки. И таким образом отеки постепенно начинают снижаться. Но! Стоит вам пересушить свой организм. Стоит вам убрать отеки просто до нуля. Более густая кровь. Потому что вода перестала идти через кровь. В крови воды мало. Факторы свертывающей системы крови. Могут делать свое дело. И появляются тромбозы и эмболии. Поэтому тут важно понимать ту самую золотую средину. Если отеки, соль уменьшили. Уменьшились отеки, соль увеличили. И вот играйтесь так. Для вашего здоровья и активного долголетия. Ошибок организм, он прощает, но не всегда. Поэтому старайтесь ошибок не делать. Чтобы делать меньше ошибок, подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео. Тут сотни видео на разные темы. Как жить долго счастливо и без болезней. А те болезни, которые есть, чтобы их легко можно было скомпенсировать. Чтобы они числились у вас только в амбулаторной карточке. А не нарушали ваше качество жизни. И не сокращали активную ее продолжительность. Потому что, к сожалению, каждая болезнь при своем обострении не только ухудшает ваш рабочий график, изменяет его, вносит у вас свои коррективы. Но и, увы, сокращает продолжительность жизни. А каждый человек хочет жить и лучше, и дольше. Поэтому смотрите другие мои видео. Если вы что-то не ухватили какую-то изюменьку в этом видео, пересмотрите сначала, не вопрос. Ютуб все выдержит. Как и просмотры других моих видео, подписывайтесь на мой канал. Отмечайте, понравилось вам это видео или нет. Я в любом случае принимаю вашу оценку. И подумаю, какое еще видео написать. Для вашего здоровья и активного долголетия.